Жизнь под напряжением. Это ситуация, в которой оказалась одна из жительниц поселка Кугеси. Участок ее земли захватывает воздушная линия электропередач, а рядом находятся опоры высоковольтной линии. Она принадлежит одной из сетевых компаний. Жительница поселка настаивает на передвижке ЛЭП, но пока вынужденно обивает пороги самых разных инстанций, пишет запросы и обращается в суд. С подобной ситуацией нередко сталкиваются и жители других регионов. Воздушные линии электропередач проходят над участком жительницы Кугеси Эльвира Саперовой. Захватывает несколько метров огорода, а рядом опора высоковольтной линии. Женщина опасается за жизнь и здоровье семьи, и свое собственное. Дело в том, что может быть обрыв в любой момент. Если охранная зона не соблюдается, то просто-напросто это может вызвать пожары. Просто вот это дерево уже доходит до высоковольтной линии. С Роспотребнадзора приходил представитель, он говорит, если заденет веточка, просто-напросто вы к этому дереву не должны будете подходить. Особенно в сырую погоду. Этот участок семья Эльвира Саперовой получила в 1996 году. Кугейская сельская администрация выделила в этом районе земли под индивидуальное жилищное строительство. Женщина утверждает, что тогда никаких ЛЭП на участке не было. Был пустырь, мы сажать пришли картошку. Приходим, стоит столб. Я выйду бегом в администрацию поселка, и бывшая глава говорит, вы знаете, пока вы построите дом, мы должны это все, по идее, убрать, мы его уберем. Ну вот по сей день живем, никаких, в общем-то, сдвигов нет. И только нас отправляют. Туда идите, сюда идите. Беготня по разным инстанциям, письма, суды. Словом, жизнь Эльвира Саперовой проходит под напряжением и в напряжение. Она хочет отодвинуть высоковольтную линию электропередач подальше от своего уже приватизированного участка. Это ЛЭП введение одной из сетевых компаний, куда и обратилась жительница поселка. Не найдя понимания, она вышла с иском в суд. От комментариев телекомпании сетевая компания отказалась, ссылаясь на решение суда. К слову, Чебоксарский районный суд требования Эльвиры Саперовой признал необоснованными, приняв во внимание, что ЛЭП построена в 1987 году, а сдана в эксплуатацию в 1995. Комментарии по делу излишни, считает глава Кугейского сельского поселения. Он также апеллирует к решению Фемиды. Представление данного земельного участка Саперовой Эльвиры Русланом было произведено в 1996 году. Как ранее я говорил, что линия электропередач построена в 1987 году. И она больше не реконструировалась, не достраивалась. На момент предоставления в 1996 году Эльвира Русланом видела, что рядом проходит эта высоковольтная линия. Первично то, что линия была построена. Если бы был бы обратно, другой вопрос, так сказать. Она приобрела данный земельный участок, она согласилась на приобретение данного участка. Согласилась ли хозяйка на участок со столбом или просто его не заметила? Действительно, другой вопрос. Первый и самый главный – как выдавала земли вокруг ЛЭП Кугейская сельская администрация? И знала ли о том, что они попадают в охранную зону? Участок Эльвира Сапьёровой как раз частично в неё попадает. Это признано специальной комиссией. Там, где тянется воздушная линия электропередач. Такая охранная зона учитывается при регистрации права собственности как ограничение. Но в выданном Эльвире Сапьёровой свидетельстве ничего такого не значится. Впрочем, узнать детали дел давно минувших дней сейчас уже проблематично. С того момента уже времени много стекло, на то, что я не работал. Поэтому я могу только судить по тем данным, которые здесь изложены. Между тем, жильцам предлагают передвинуть ЛЭП за свой счёт. Первоначально понадобится 264 тысячи. Но это не окончательная стоимость. Она может быть и выше. Эти расходы на три семьи, которых также касается данная история, поясняет жительница посёлка. Однако сумма, говорит, неподъёмная. С одной стороны, многодетная семья, в ней 10 детей. С другой – пенсионеры. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев и Александр Петров. Республика.